Жители дома по улице Молодежной в Энгельсе боятся ложиться спать. Дело в том, что здание, по их мнению, вот-вот рухнет. Опасения людей небезосновательны. Стена уже дает крен, причем такой, что жители первого подъезда чиновники решили в экстренном порядке выселить. В ситуации на месте разбиралась Елена Говенкова. Собственный дом, как на минное поле, родные стены стали для жителей Энгельса настоящей полосой препятствий. То ли штукатурка осыпется, то ли стена упадет. Трещины и оголенные провода здесь привычный элемент декора. Страшно, очень страшно. Мы живем, каждый ложимся ночь спать и боимся, что завтра мы уже не проснемся. Ребенок у меня вообще в шоке плачет каждый день. Мама боюсь, умрем, погибнем, вас задавит, нас задавит. Это у нас кухня. Должна быть газовая плита, должны быть коммуникации подведены, вода, воды нету, все перемерзшее. В этом доме квартиры по типу коммуналки, общий туалет, душевая и кухня. Правда, когда здесь кто-нибудь готовил, Инна уже и не помнит. Говорит, в кухне не то, что воды или газа, но даже полов нет. В надежде добиться для своего дома статуса аварийного люди обратились к чиновникам. Однако те отмахнулись. Утверждают, жить здесь можно, нужно только немного лоск навести. Но люди уверены в обратном. По нашим документам, по независимой экспертизе, которую проводил НОС СТС Саратовской, дом признан аварийным. По выводам написано, опасно для проживания жизни и здоровья людей, неопределенного круга лиц. То, что дом может убить, наконец почувствовали и чиновники. В эту субботу приехала комиссия и в срочном порядке расселила весь первый подъезд. Тут же установили деревянные подпорки и взялись за ремонт. Сейчас невооруженным глазом видно, дом может обрушиться. Несущая стена напоминает волну. Когда 24 числа грянул еще синий мороз по 24 градуса, естественно, начала выпирать дальнейшая стена. Сделали дополнительные подпорки и в срочном порядке выселили всех жителей. И в итоге все равно администрация считает, что дом не аварийный. Вот как можно вот так и обращаться? Пока на улице мороз, говорят жители, дом еще держится. Но стоит температуре перевалить за ноль, промерзшие насквозь стены и полы потеряют прочность. Те, у кого есть временное пристанище, сейчас срочно собирают вещи. Хотят спасти хоть что-то, пока дом не рухнул. А остальные со страхом ждут прихода весны. Правда, люди не уверены, что их дом простоит так долго. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.